Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Скарлетт Нексус, и я не помню, а в прошлый раз мы с вами задание-то выполнили. Да, мы сдали задание. Здорово! А что ж, у нас тут с вами еще целый мир, который неопознанный, и... Мне, честно говоря, от этого стремно. Ну, потому что прямо-таки стремно. Да, ну, тут звучит просто очень драматичная музыка, помимо всего прочего. Так, сюда же ключ. А, да, я тупанул. У нас открылся, получается, проход вниз. Все правильно. Хорошо. Ну, значит, где-то здесь эта карта должна быть. А благо, игра довольно-таки линейна и не заставляет нас нигде с вами тудым-сюдым искать чего-либо. Хорошо, здесь ключ к карте 4. Стоп, мы к началу, что ли, вернулись с вами? Такое ощущение, что да. Так. Так, да, я не понял. А что мы в прошлый раз с вами? Мы в прошлый раз нашли ключ к карту номер 2. Так. Уф. Это выход? Стоп, это выход. А, нет, здесь ключ к карту номер 4. Хорошо. Да, 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 девчонки, все это здорово. Я официально заблудился? Не, не, смотрите-ка. Если мы нашли иных, значит, процесс сейчас пойдет. Ну, то есть, по крайней мере, если где-то есть иные, значит, мы в этом месте, наверное, еще не были. Ну, враг уронил что-то редко. Но нет, смотрите, тут комната целиком. Ого. Так. А давайте еще и склероки нас заюзаем. Во. И тогда нам ничто тут не должно повредить. А теперь нам надо двоих подряд разорвать просто на кусочки. Ух-то, у нас, кажется, еще и ускорение мозга врубилось под все это дело. Да. Ну, мы троих разорвали. А мы хороши. Так, каракиназ отключаем. Ой. Еще. Надо же. И снова, кстати, горючий омут. То есть каракиназ все еще пригодится. Опа. Горючий омут загорелся. А у нас на нем не было квеста какого-нибудь, да? Ну, в общем, если он и был, то, скорее всего, мы его только что выполнили. Эй. Разрывайся. Фу. А, ну да, под ускорением мозга, короче, мы с вами очень даже не кислые парни, получаемся. Опа. Порвали. Хм-хм-хм. Фу. А, было хорошо. Было так легко. Но на сердце бросили аркан. Так. Вы выполнили наше задание. Да? Надо же. Давайте посмотрим. Ну-ка. Во. Проблемы с ответственностью. А. Доставить максимальное жилье. А. Передать отчет. Да. Прекрасно. Так, здесь что у нас? Использовать сокрушение мозга во время ускорения мозга. Сокрушение мозга шабаш-вредитель. Приветливое ламя во время ускорения. Но это нет. Глаз разума пила лап. Ладно. И заряженную атаку крыс маслокрук. Хорошо, давайте глянем на карту мозга. Мы с вами куда собирались-то добраться. А вот сюда мы добрались. А здесь что? Медленно восстанавливать здоровье вне боя. А. О. Мгновенно применять предметы. Мм. Так, три. Автоматически подбирать предметы. Это как эта шляпа. Ну, короче, тогда ждем, когда у нас вот здесь. Хватит странно. Нам чем более высоким уровнем, почему-то дали меньше этого. Меньше очков мозга. Это какая-то несправедливость была только что. Так. Но, судя по всему, действительно, смотрите-ка, в этом месте мы с вами не очень были. И склерокинез хочу. Вот. Такой типа. Максимум защита. На. Так. Подпрыг. Держи. Ого. Хорошенько подожгли. На. Разрываем. Этот. Пошоль. Теперь вот этому. Оп. И пошоль. Блин, Юйка, конечно, прикольно. Юйка просто уничтожает все живое. О, покрышка. Откуда здесь огромная покрышка от, ну, прямо-таки, грузовика? Что-то как-то в музейную концепцию мне не вписывается. Мне хотелось бы быть полезной. Ой. Просто так канделябр мы с вами сломили, да? Опа. Так. А, хорошо. Склерокинез. О, давайте этот канделябр заюзаем, а? Оп. Так, и чё? И крутим, 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 крутим. Блин, прям как в диснеевском. А, еще им управлять можно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Прикольно. Ха-ха-ха. Вот это было здорово. Это было что-то новое, но правда. Ой, а почему здесь этот ящик так это... Так вибрировал. Как будто он очень рад нас видеть. Такой прям, знаете, как это... Как будто хвостом машет и такой... Они здесь, они пришли. Хозяева помнят обо мне. Я волшебный ящичек. О, силовое пуля Марк-4. Хм. Давненько мы с вами в снаряжение не заглядывали. Но, да. Раса улучшения силы такой только. Хорошо, девчонки, у тебя что? Тын, тын, Марк-3. У него нет, но ему надо сделать подарок. Да, ему бы надо подарить эту штуку, которая раскроет ему дополнительный слот. Но это, видимо, в следующей фазе отдыха. Мы это сделаем. Так. Опа. Хорошо. А мы можем и глаз разума, и телепорт, и такие. Вух, вух. И ай. Я хочу вот эту. Ну. Так. Опа-па-па-па. Р2. Это время я не то жму. Эй. Ого. Ничего себе подарочек тут. Я заюзал, я не очень. Вот, теперь заюзал. Все, мы подлечились немножко. На тебе за это. Фигня у нас. Огнем кидает. Хорошо, ладно. Вот так вот. Ну-ка. Дым. 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 Зафигачили. Хорошо. Там кто-то еще? Там кто-то еще. Там горячие омуты. Хорошо. Давайте вот так. Вот так. И от с подступа. Короче. И вот так вот. Оп. Зажали, накопили. Во. Зажали, накопили. Одну. Сейчас мы порвем. Так. Эй. Так. Это порвали. Порвем сейчас. Еще одного порвем нафиг. Ой. На тебе. На. О. Фу. Какой он все-таки живущий гад. Ну, внешний панцирь. Внешний панцир. Фу. Так. И что там? Дымный какой-то враг, да? Ва. Хорошо. У нас есть глаз разума. Я не думал, что сейчас нам вот стоит это, наше мозговое поле юз, но потому что враги вполне всеобычные. И, ну, на них разменивать... Ой. Это кто? Это кто стоит рядом с врагом-то? Скажите мне, пожалуйста. А, да, это ханаки как-то она на себя не была похожа. С этим шлемом тронным. Все. Разрываем. Разорвали. Так, ну что? И этот бой все. Да? Блин, вот мне, конечно, нравится, что они такие... Ну, здесь ты можешь пройти. Ну, как бы ничего... Не заставляем, но можешь... Ого, а что такое? А, ключ-карта номер три. Здорово, так. Телепорт, кстати, отключаем. И собираем здесь все, что можно собрать. Так, эти ворота, кажется, непроходимы или... Ага, болт. Понятненько. Ну, ладно. А, вот это проходимо. Чувак, ссори, что эти атак юзовы просто приходится. Просто приходится. Так, с чего у нас там с ключ-картами-то? Мы нашли ключ-карту номер три. Соответственно, надо вернуться. Получается, опять-таки, сохранем. Я не знаю, что находится здесь сейчас, но когда-то здесь хотели построить университетский кампус. Ой, не туда мы зашли. Ладно. А, нет, ну, нужны глаза. Нужны. Чуть возьми. И чё, теперь у нас постоянно будет вот этот туман? Так. Ага. Здорово. Я без глаз разума ничего не могу сделать. Только, как бы, получать урон и бегать кругами. На тебе дымное... О, дымная, сволочь, от нас бежит. На тебе. Хорошо, а вот так, как тебе? На. Так, и теперь на тебе. На. 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 И теперь с подступа мы должны ему хорошенько вмазать и не дать прийти в себя. Всё. Всё. Фух. А с дымом разобрались. Это нас больше не будет раздражать. Только у нас с вами что-то лёгкие, желеобычные закончились. Блин, а он нас куда-то заманил, коварный тварь. И теперь... А, нет, всё нормально. Вот он, проход. Эта дверка открывается. И вот... А чувак-сохраняк. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас в магазине есть. Я так думаю, лёгких желе мы сейчас девяточку купим. Ну, восьмёрочку. Так... И я сохраню. Ага. Ну что? Ключ-карт номер три? А, здесь номер четыре. А где третья была? Вот тут, что ли? Давайте смотреть. Да? Тоже четыре. Вы издеваетесь? Тоже четыре. А где была третья? Ребятки, я... Сори, я реально... Очень сложно сориентироваться вот в этой местности. Прям вот без шуток. Рядом есть ресурс. Ну да, он за стеной, девчонки. О. Есть. Всё. И вот эти ресурсики теперь тоже наши. О, максимальное желе. А. Здесь чё? Снаряжение, мысли, поле. Нифига себе. Вот это вот... Вот это вот, кстати, козырное темное. Так, и я вижу, что здесь дофига ресурсов. Ой. И вот она, ключ-карта следующая. И вот они всякие... Так, пирокинез и склерокинез. И понеслась. Сейчас мы этим горячим омутом устроим. Да, и рвём, рвём, и рвём. Котцов. Ух ты. А он... О, экологийный хэр. Рвём. О, я, я! О, я! Так. Ну, алло, хорошо, ладно. Просто чтобы к нему подобраться побыстрее и не мучиться. А теперь отключаем телепортацию. Я её занос что-то включил? Да, я её занос включил, давайте отключим. И порвали гада. Ай. Настолько атаку усиливает. Так. Ещё кто-то? А, дрянь дымная. Хорошо. Но в этот раз он, блага, от нас по всей карте мотаться не сможет. Давайте на нём залочимся. Эх, их два. Хорошо. Эх. Ну, шо ж такое? Надь. Получайте, уроды. Получайте, получайте, получайте моей волшебной штукой. Ой, ё. Я себе заехал, что ли? Ха-ха-ха. Ладно, или... Ну, хорошо, мы ему, как минимум, не дали свой дым распределить. А теперь мы его держим в ежовых, можно сказать, рукавице. Да. И всё. Анализ дымового цепелина. Нормас. Ага. Чё-то врагов много, а вот боссов нет. А нам... Ой-ё. Ой-ё. Всё в кожеле. Так, нам нужно... На. На тебе, гадёныш. На. На. На тебе, призрачный Ян. Призрачный Ян. Вообще, конечно, пипец врага зовут. И кажется, он к нам прилип. Просто вот прилип настолько, насколько это можно прилипнуть. В тене застряли? Ненадолго. Хорошо. Давай-давай-давай-давай-давай. О! На. На тебе, дрянь. И теперь давим. Давим. Давим тебя. Давим тебе, дрянь. Давим тебе, дрянь. Хорошенько. Ух. Так, и... Ага. Ну... Ой, а, чёрт, у нас у вороты-то. Нет, вот чёрт. Со мной всё хорошо. Ну так, бывало и получше. Давайте вот эту вот штуку зафигачим. Эй-эй-эй-эй-эй. Блин, вот что делать вот с этими атаками? Ай. Просто огненный цепилин тут летает и периодически у нас чё-то ещё присылает. Этим, честно говоря, раздражает очень крепко. Ну-ка, элька. Люстра. Раскручиваем, раскручиваем, раскручиваем. И понеслась. На тебе. Спину ему надо, короче, гарить. Во. 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 Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Да. А вот это был фокус. И разрываем кого-то. Там кого-то можно разорвать. Алло. Фу. Новый уровень зато. И ещё враг. Вы издеваетесь. На. Ну, на самом деле, я очень рад, что мы с вами первым делом, считайте, прокачали эту шкалу нашу. Ну, потому что мы часто её используем. Так. После создания заряда с помощью удержания квадратика зарядить атаку ещё на один уровень и отпустить квадратики. Ну, давайте посмотрим, что это за идея. А мы можем квадратиком заряжать атаку? Да как-то не очень. Может, вот тут? А вот тут? Нет. Кажется... Ладно. Ладно. Всё ещё будет. Так, ключ-карты 4. Фу. Всё, здесь больше ничего нет вроде. Ай-яй-яй. Сори, у меня что-то нервный тип подёргивается щека очень. Не вовремя так она решила тебя проявить. Ага, нифига. Хорошо. Так, мы с вами сохраняемся, во-первых. А, давайте сохранимся. Там же есть второй чувак снизу на этаже. Да, мы можем у него сохраниться вполне себе. Да, дядь, ты не против? Ух ты. Мы с вами только что разменяли такой игровой рубеж, как 10 часов. Прикольно. Да, ключ-карта номер 4. А, кажется, больше ключ-карт тут не было. Где мы с вами оказались? Ага. Мы оказались возле входа? Ага. Тогда нам с вами, наверное, в другую сторону. Там же была ещё одна дверь с ключ-карты номер 4, правильно? Я же всё так помню. Потому что вот это, это типа от входа сюда был проход. А ещё была... Нет, не она. Блин. Заплутал, да? Ага, во, экспериментальный отдел. Ну что, пошли. Сейчас начнёмся. У них здесь просто головы по конвейеру ездят, да? У них вообще нормальные? Что это за сооружение? Похоже на какой-то сборочный цех. Знаете, а ведь эти коробки... Разве не такие же мы видели в грузовике? Мини-то нитенайка. Что это, Цугуми? Цугуми. Там тоже самое? Намакубико. Там человеческая голова. Усо? Да вы издеваетесь во всех? Что за мерзость тут творится? В этом здании держат иных. Иные питаются человеческими мозгами. Даже если так, почему это место похоже на фабрику по переработке мозгов? Не хочется такое говорить, но разве они не могут бросить иному голову целиком, чтобы похормить его? Этот запах... Откуда он? Здесь так странно пахнет. Похоже на кровь. Опачки, это лекарство и Ю, это же... Эти ампулы! Кажется, меня сейчас тошнит. Это же... Не может быть! Их ведь изготавливает Spring Pharmaceuticals. Спасибо тебе, Гемо. Только не умирай. Проклятье. Похоже, Кёке не удалось оторваться. Что это? Я думал, вы уже догадались. Это Сейронская фабрика Spring Pharmaceuticals. А если точнее, это исследовательский центр по изучению иных, которым они заведуют совместно с Сейронским правительством. Они создают свою продукцию из этих голов. Сидан, успокойся. Сосредоточься на том, чтобы остановить Юита. Подожди, давай поговорим. Эй! Видимо, не сегодня. Просто Касана внезапно взяла и смогла нас убить. Нет, не очень нравится. Только... Склерокина, спирокинас. Ну, в общем, стоит начинать с того, что зафигачить ее помощников. Потому что они будут нам надоедать иначе. Вот. И как только мы зафигачим ее помощников, мы уже сможем что-то конкретное сделать из Касаны. А давайте-ка реально ускорение мозга, потому что у нас, скорее всего, еще одно накопится. Вот. Но зато здесь мы сможем им конкретно пофигарить. Раз, два, три. И мы можем, кстати, вот так вот. Давайте-ка в него все. На. На тебе. Раз. Ого. Ух. Если мы сейчас Сидана прибьем, будет хорошо. Все, выбрасываем. Выбра... Выходим. Ребятки, выходим. Выходим. Уходим. Уходим. Так. И при этом у нас восстановилась обилка гемы. И, в общем-то, Сидану теперь деваться некуда. Он нас пытается убить. Но мы его можем просто огнем, короче, зафигачить мгновенно. Куда более геморрная вот эта вот девчуля-крокодичуля. Да? Так, Касаны нет. Касаны мне не хочется сейчас следующей цели делать. Давайте вот эту вот девчулю уже тоже добьем. Вот. А теперь один на один с Касаном мы должны справиться. Слушайте, второй раз прям бой идет гораздо лучше. Но когда я уже готов и знаю, чего нам надо. Так. Так. Среднее желе. Кстати, да, наверное, стоит взять в итоге обилку на мгновенное использование этих всяких применяемых айтемов. Потому что это будет очень в тему. Она все-таки крутая. Так. Держи тебе вот так. И держи тебе вот так. На. Так. Ух, у нас с вами, смотрите-ка, ускорение мозга пошло. Так. Вот эту штуку. Среднее желе. И сейчас мы Касане разлом сделаем. Вот. Давайте ее пару раз ударим все-таки. Вот. А теперь успеваем. Просто на халяву ударить ее было здорово. На. Как тебе? Так. И сразу давайте в нее что-нибудь пришлем. Ага. Она включает свое мысль поле. Вот здесь, конечно, надо уворачиваться активно. Потому что в прошлый раз я стал ее зачем-то бить. И из-за этого получил гейм-овер. Тем более она всех остальных игнорит. Она только на нас смотрит. Еще 30 секунд побегать. Я думаю, мы можем себе позволить. Ну что? Ну что, доумничалась? Хе-хе-хе. Не, одна против троих девчон. Не, овощей. Вообще не варит хотя. И смотрите-ка, наши ее умудряются потыкивать. Во. Ну что, все. Песенка спета. Где она? Где она? Так, хорошо. Склерокинез, телепорт. И сейчас я тебе зафигарю. Среднее желе, чтобы уж точно у нас фейла не было. Так, огонь. На. На тебе. Ну что? Ты думаешь, нас передамажить? Серьезно? А, черт. Она может. Хе-хе. Нет. Уворачиваемся. Ай, черт. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чиви себе. Ладно. На. Не каген еще. Да перестань же ты. Делать препараты из человеческих голов, это же безумие. А мы должны их остановить. Но, Наоми, они нужны ей. Что ты имеешь в виду? Для чего нужно это место? Я так больше не могу. Я расскажу им все. Нет. Все расскажу я. Это место. Исследовательский центр по изучению иных. Как и сказал Араси, он создан совместно с Spring Pharmaceuticals. Сюда привозят мозги людей со способностями. Часть из них трансплантируют в иных, чтобы превратить их в оружие. Из остальных создают лекарственное средство для кормяшки иных. Это ужасно. Знаете, а вы уверены, что Сэйрон был правильным выбором? Я понимаю, в новой Химуке много проблем. Кравительство не должно следить за всеми и контролировать информацию. Но восстание Сэйрона — это ничуть не лучше! Разве мы можем позволить им вот так вот трансплантировать человеческие мозги иным или превращать их в лекарства? Нет, не можем, конечно же. Тем не менее, некоторых людей заставили принять такое положение вещей. Например, моего брата. Или Касане. Людей, чьи близкие превратились в иных. Им нужно это лекарство. Иные, которые были людьми после приема этого лекарства, способны временно прийти в себя. Они даже могут говорить. У Карена есть родственник, который прошел через метаморфоз? Нет, не родственник. Разве Лука или Фобуки не рассказывали? Элис? Юита! Неужели это происходит, потому что я воспользовался своей способностью? Что происходит? Моя голова! Она меня убивает! Ты в порядке? Что такое? Тебе больно? С мозгом Юи, то что-то не так. Когда он использует свою силу, то у него начинаются проблемы с памятью и речью. Уже все в порядке. Боль уходит. Простите, что прерываю, но вам нужно уходить. Тогда мы сможем сделать вид, что не справились с вами. Поторопитесь, иначе придут иные. Нам тоже нужно уходить. Ты согласна, Касанэ? Да. Юита! Юита! Мы выполнили задание! Нужно уходить! Да. Нужно уходить как можно скорее. Ватару сказал, что отчитается за тебя генерал-майору Фобуки. Хорошо. Простите, я понимаю, что сам должен был этим заняться. А мне все еще нехорошо. Что за глупости? Все хорошо, не о чем волноваться. Мы все знаем, что ты чувствуешь. Хотя нет, не могу даже представить, насколько тебе больно. Думаю, я бы тоже приняла ампулу на твоем месте. Но я понимаю, что от моих слов твоя вина или отвращение меньше не станут. Спасибо. Я в порядке. Лекарство наверняка прошло химическая обработка, так что думай об этом. Как о биодобавках с белком или аминокислотами. Это может быть неприятно, но такой подход позволит смириться с ситуацией. Да, я понимаю, но мне все равно тяжело это принять. Я знаю, это может быть сложно, но постарайся не провоцировать рвоту. Что? Ты заметил? Ну, мы видели, ты был снаружи базы. Прости. Но, да, простите. Я понимаю, что она уже не в желудке, но я просто не смог. Я... Ничего страшного, но пытайся бороться с этим. Иначе это может стать привычкой. Ты прав. И потом, Наоми... Ей наверняка еще хуже. Уже то, что ее сделали иным, должно быть ужасно, но ей еще и приходится питаться этими мозгами. Не знаю, где она сейчас и что делает. А когда я о ней думаю, то понимаю, насколько лучше моя ситуация. Если Наоми не сдалась, то и мне нельзя. Я знаю, что справлюсь. Ты с этим справишься и при следующей встрече сможешь сам поддержать Наоми. Да, ты прав. Я... Мне нужно взять себя в руки. Интересно, знает ли правительство Новой Химуки о содержимых этих ампул, когда их используют? Если это так, и им все известно, тогда они ответят передо мной. Нет, я даже почти уверен, что правительство Новой Химуки знает обо всем. И я просто не могу это принять. Юито... Прости. Что? Не нужно извиняться, ты не виновата в том, что творится в больнице. Я знаю, но я все равно хочу извиниться. Хотелось бы узнать о больнице побольше и что-нибудь со всем этим сделать. Не просто вам. Как и тебе, Лука. Наверняка тоже тяжело наблюдать за действиями Карена. Да и Цугуме пришлось узнать много неприятного. Думаю, каждый из нас получил свою долю страданий. Но гораздо важнее, что мы продолжаем поддерживать друг друга, верно? Да. Простите, что заставил вас всех волноваться. И спасибо. История Юито. Паза отдыха 6. Сейчас начнут. Надо было для разнообразия поговорить с Лукой. Не знаю, что сказать, Юито. Только не старайся все делать в одиночку. Если почувствуешь, что не справляешься, позволь мне разделить с тобой ношу. Для этого и нужда команда. Спасибо, Ватару. Ну что ж, давайте на этом этот эпизод закончим. И может быть я между эпизодами схожу в метро, добуду данные метро-С, чтобы купить ракетку для нашего юного друга. И тогда у нас уровень связи отряда подрастет. А пока что. Спасибо Миша Лебедева, Миша Фомино, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайно, Ророки Бальбову, Антона Цару, Глебу Сахарова, брату Монзо, КДВ45РУС и Дарья Кравчук за то, что продолжают поддерживать канал. Вам всем спасибо, что со мной вместе проходите эту игру. Ну и до встречи завтра. Пока на этом все. Удачи, счастливо, пока-пока.